Музыка Сейчас перепачкаем холст грязноватым кирпичным цветом Для этого подошла бы Английская красная С какой-нибудь коричневой примесью и в разбиле Чуть-чуть разбил к этому делу Чтобы оно не было слишком Слишком Ядреного цвета И вот такой Теплой Грязцой Красновато-охристой Избавимся от белого холста тряпкой Для того, чтобы краски был минимальный слой Чтобы верхние слои густого Густых замесов Не сильно перемешивались Перемешивались, но не сильно И тряпка не дает Мокрости краски В данный момент Вот, как вы видите Достаточно сухо натирается Что тоже хорошо Она не будет на первом этапе Сильно подмешиваться Вы фотографию видели, которую мы будем писать Мы с Фаньей Сделали фотосессию специальную В белом платье С солнечными зайчиками С красивым Зонтиком И вы можете так же поступать Делать умную фотосессию Под будущую живопись Вы, наверное, не раз видели Что современные художники Постоянно пользуются Этой возможностью работы С фотоматериала И правильно его приготовить Этот фотоматериал Это одна из задач художника Фотографы Не очень справляются С задачей этой Поскольку у них другие Другие Цели У них качество фотографий важнее А у нас Качество света и тени Важнее Здесь у нас в Переславле Очень красивые места Такие Импрессионистические И вы всегда можете приехать И С моей женой Или Или сами Вот Сделать умную фотосессию И потом Со мной Или Сами Или с другим художником Работать С этого фотоматериала У нас тут и лодочки И красивая зелень Отражение Очень Хорошего размера Река Трубиш Которая В общем Чистый импрессионист Естественно Желательно Солнечные дни Выбирать Для фотосессии Ну и платят Купили Так что Если что Можете обращаться И за Реквизитом Так Хорошо У фотографии Есть середина С которой Я Рисунки Начну набрасывать То есть То что у меня Совпадает С серединой Пост у меня В принципе Совпадает С форматом Я начну набрасывать С этой середины Достаточно густой слой Посмотрите Сухой красочкой Набираю Основные силуэты Сухой красочкой Сухой красочкой Продолжение следует... Нам нужны фактуры в этом первом сеансе, когда мы набираем, для того, чтобы потом воспользоваться ими во время лессировки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И наоборот, сининкой, сиреневинкой набирал теневые партии, рыхло, как вы видите, достаточно густым мазком. Стараюсь создавать динамику мазка. То есть некие ритмы, как будто стайки рыбок создают ритмы. Ритмы... Эти мазочки. Заштриховываю, видите, неплотно для того, чтобы мочь, эти ритмы усиливать и усиливать. Продолжение следует... Мостик, на котором сидит фигурка. Вы видите, краска прекрасно двигается, даже от пальца. Повторяю, я работаю сейчас с малоразжиженной краской, сухо и рыхло. Тогда мы можем получить идею импрессионистического письма, трепетного мазка импрессионизма. Неплотно, неплотно набрасываю мазочки. Штриховательно, с идеей ритмов, как бы идеей стаек мазка. И фактурку нагнетаю. Когда вы это будете делать сухой кистью, ну, такой не очень разжиженной краской, то вы невольно будете набрасывать эту самую густоту вещества, чтобы все-таки крыть подкладочный слой нужным цветом. Чуть-чуть разбавляем, чуть-чуть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Охра желтая в данном случае... И красные... Можно краплак взять... Отражение в воде вот такими ступеньками спускается. А здесь у нас много кувшинок, которые подтарчивают из-под воды. Вы видите, рыхлость мазка такая, как бы еле касаясь холста, лежачей к холсту кистью. И вы видите, уже создается вот это заритмованное мазками пространство. Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко грязню синий. Хотя подкладка и так грязная, но я еще грязню синий, чтобы уложить... Грязню теплыми цветиками, чтобы уложить вот эту освещенную гладь воды. Аж до зелёности доходит световой эффект на плоскости воды. Зелёности и сиреневатости. Зелёность за счёт желтоты, охры. Сиреневатость за счёт смешения, допустим, с краплаком. Тем, что остаётся красный этот каркас первобыхный, который мы заложили, натираем тряпкой, мы имеем возможность держать в некотором сгармонизированном состоянии всю картину. Потому что этот красный как бы связующий клей для всей работы. Голубые кусочки воды, которые виднеются сквозь кувшинки, Вы видите, я наношу как бы по той же траектории, как растёт вода. Ой, как растут эти кувшиночки. И ритм усиливается и усиливается. Птички оживлённо обсуждают увиденное. Для тех, кому не посилим точный рисунок, Вы всегда можете воспользоваться идеей работы по клеточкам. То есть на полиэтилене прозрачном сделать заготовку рисунка, перенеся его с фотографии по клеточкам. Кто не понимает, о чём идёт речь, спросите у гугла, Он вам расскажет, что такое работа по клеточкам. Все классики пользовались этим приёмом и Вы тоже можете. Но советую Вам не сначала рисунок нанести. Ну, в таком простом варианте, может быть, стоит и сначала. Сначала всё-таки набрать картину, а потом приложив, уточнить силуэт. Пусть даже будет некоторая неточность, и Вам придётся поправлять. Вы как бы ввяжетесь. Вот эти вот даже поправки, они будут оживлять картину, как ни странно. Ну, и кто педант и аккуратист, может быть, для него этот способ не подходит. Вы видите, личико очень сильно краснит. Потому что солнце делает всё как бы ягодкой на свет тело наше. Достаточно свой палец поднести на солнце, увидеть его, то Вы поймёте, о чём я говорю. Палец как будто прозрачный, как будто ягодка. Я не пытаюсь подробно вырисовать, а только лишь обозначиваю свет тень для вырисовки потом по-сухому. Краска очень ещё... То есть нам нужна фактура, а если мы сейчас будем вырисовывать, мы перегрузим фактурой, и лицо будет потом как будто из коры. А вот всё должно быть как кора, кроме лица и рук. Поэтому здесь совершить перебор не следует. Перебор с фактурой не следует совершать. Потом по-сухому будет очень удобно уточнить все вещи лисировочными мазочками. Субтитры делал DimaTorzok Еще советую для работы в импрессионизме не делать слишком жестких краев. Смотрите, я сделал очень тонально активное пятно и тут же его немножечко сбил средней тональностью между светлым и темным. Большая кисть для крупных пятен желательнее. Втяни сейчас. Сейчас я использую и цирулиум, и ультрамарин светлый. И как бы несколько преувеличено цветню, создавая эффект яркого дня. Эти преувеличения это классика живописи. Тень сиреневит. Но правда это классика, начиная со времен импрессионизма. Более ранние образцы живописи. Тень обычно у них чуть ли не коричневит. Немножко розоватостей в качестве фиолетовых в тень подкладываю. За счет охры зеленоватостей. Все вместе, вы видите, становится очень нарядным. Итак, в белило, когда я кладу самые светлые места, я добавляю охру желтую. Можно желтые добавлять. И наращиваю фактуру. Именно в первом сеансе, вписываясь фактура в фактуру, краска в краску, дает очень оживленные проявления рисунка, которые можно удобно сделать именно в первом сеансе. Пока краска вписывается одна в другую. Вы видите, большой кистью работаю. И работаю рыхло нарочито. Учень сочетую ману 1-3. И удачи на луку. Учень сочетую ману 6-4 формата. И оттеннику с обидеть на луку. Как же. Учень сочетую ману 7-6. Продолжение следует... Продолжение следует... Белила кладу охрой. Продолжение следует... Поскольку тень синит... А синит тень, потому что... Рефлексы неба попадают... На теневые части в солнечные дни. Красный по мере укладки краски... Помигивает из-под... Новых слоев. Что тоже дает... Обогащение цвета. Кисть я вытираю тряпкой. Я не полощу кисть... В разбавителе, как многие из вас поступают. А просто вытираю в тряпку. И так грязь... Или как бы неподходящий цвет... Который подмешивается... Во время укладки... Одного цвета против другого... В общем... Становится тоже частью... Цветовой гаммы. И играет на руку... Всему изображению. Не пытаясь выписать руку... Только набираю... Некий силуэт. Знаете? Некий силуэт. Стоитnde утрение... На руку... Сдавина. Баланс. Далее. Вдема. Здравия. Баланс. Их. Здесь, где тень, тельца снова приобретает вот этот ягодный характер. Как будто просвеченный на солнце. Так выгодно звучит тело в солнечный день в теневых. Видите, аж вот такой красный достался теневой тело. Двери. Продолжение следует. Продолжение следует... Немножко штрихую по окружности ноги, для того, чтобы появилась идея круглости ноги. Вы видите, я сейчас кистью работаю как бы странно. Не отпуская кисти от холста, создаю полосатости. Появляется в том числе продресь красного цвета, как первоначальный цвет, который мы заложили. Вообще, наблюдайте этот мазок, он по виду странный очень. Но очень эффективно, быстро набирает и в данном случае, и много случаев в письме картин, которые можно вот таким способом решать. В том числе множество ветвей деревьев, например. Здесь вода закругляется, ножки своим купанием создают этот закругленный мотив. И здесь тоже. Не забываем про большую кисть. Такой рыхлый мазок. Несколько стремительный, нападающий мазок. Дай не забываем прощать дорогу. Несколько cursмов лет다는 изделия. Продолжение следует... А вот синий, например, с бирюзой. Ой, с этим самым. Изумрудный. Вода, она и зеленит, и синий. Все вместе создают игру цвета. Все меньше остается красных пятен, но тем не менее, сгармонизированность красным происходит. Это даже на читье, не обязательно даже высокоразвитом читье, допустим, художника, вы сами увидите фокус, который происходит при том, что мы оставляем все время элементы подкладочного цвета. как они, эти элементы, помогают поддерживать гармонию цвета. То есть, не создается эффект выкрашенного. Он каким-то особым образом этот эффект упраздняет. Эффект крашенности. вот эти вот проблески первичного, однородного, кирпичного цвета. вы видите, такое, как бы, беглое письмо. как будто бы в спину гонят. Тоже хороший путь к хорошему результату. рыхлое письмо, рыхлые касания, лежачий к холсту кистью. И опять же, всюду-всюду еще виднеется краснота первичная, которая поддерживает сгармонизированность в цвете. Суховатость мазочков рыхлит, но принуждает густотой работать и создает эффект вписанности мазков в мазок и как бы целостности ритма. Целостности их ритма. Ну, как целостно стайка рыбок с водой. В таком смысле. Нету? Нету. Это мой дочек. От дождя. Нет, рубля. Будешь качать, она уходит. Да. Веточки загнутости листов. Веточки вот так вот отражаются, поэтому мы узнаем в них веточки. Загнутости листов кувшинок создают эти чернявые пятнышки, которые некий черный каркас картине придают. Как бы рисунчатый каркас. chu. Ух. Оп. Хочется, это меня, да? Это что? Пожалуйста, ye. Пожалуйста, и теперь мы Orion Субтитры делал DimaTorzok Нос лодки, можно даже его немножко выдвинуть, чтобы он больше узнавался Прикован цепями к этим держателям Смотрите, какой густоты мазок И сразу видно, что дерево Не то, что я предсказуемо получил этот результат Он отчасти произошел непредсказуемо Я просто знал, что густота краски создаст эффект коры Иногда нам кажется, что мы лизанием в картине добьемся точных звучаний А видите, как абсолютно густой, жутковато густой мазок Какой дал эффект замечательный На этом месте у нас шляпка И чтобы ее положить, я взбрею лишние красочки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Солнечные блики на шляпке Тоже, видите, густая краска Рыхлая краска Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По окружности ножки Стараюсь укладывать мазочки Чтобы круглилась И вы видите, она уже предприняла округление Субтитры делал DimaTorzok 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 Переборщенная фактура краски на ножках и на ручках Потом можно будет с ней расправиться Лезвием Чуть-чуть подрав лезвием Но рыхлость, которую создает густой мазок Желательно нарастить После лезвия густой мазок сохранится Но уже не будет топорщиться густотами Чередование холодных и теплых и даже горячих мазочков Здесь создает красивую игру цвета Субтитры делал DimaTorzok 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 Светлые партии нуждаются в густой краске больше чем теневые Дима Торзок Поэтому исходим из этого Набирая основные цветовые и тоновые пятна Еще раз произношу Световые партии Более густы Более плотное Вещество краски На световых партиях И тоже даже смотрите Здесь на Подиумчике Создаем идею рыхлости Хотя они вот вроде бы полностью Освещены Но прибавляем лишних Мазочков как будто тень Тени падают и сюда Светлая партия Я соответственно беру Нарочито густую краску Лежачая кисть к холсту Вы видите абсолютно лежит Это создает эффект Мазка а-ля перышко Видите как свет Рвется из-под теневой Из-под теневой фигуры Платья светлого Несмотря на то что Платье светлое Белое Тень платья Темнее На чуть-чуть Темнее чем Чем свет на зеленом Как бы Более темном Пятне Вот это идея света Из-под теневой Это один из Это один из Замечательных Спецэффектов В живописи С которым Знакомы даже Некоторые фотографы Говорю даже Потому что Чаще всего Фотографы Не очень интересуются Живописностями И живописными Решениями Художников Что очень Напрасно Вот даже Из-под этого Теневого Пятна Стоит Обозначить Свет Вот смотрите И сразу Пятно здесь Вернее Доска здесь А то Явно там И здесь То же самое Причем Свет из-под теневой Рвется Из-под самой кромки Не Не просто Вот это пятно Закрашено Светлым А именно Из-под самой Кромки Как будто Нимб Рвется пятно Здесь у нас Тоже теневая И тоже Из-под них Из-под этих Тенистостей Рвется Свет В частности Из-под Теневой Вот этой Большой доски А вот То же самое И здесь Просто уже Не акцентно Поскольку Акцент Должен быть В центре На главном Объекте Обращайте внимание На характер Укладки Мазка Смотрите Вот я заложил Вещество А потом Толкнул Появился Появился Эффект Травы Как бы такое Вращение кисти И прикосновение Чиркательное Рождает Эффекты Иногда Зачерпнув 2-3 цвета Приносим На холст Чтобы их Смешать Смешать Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас он забьется еще мазочками воды, а уже на них окончательно будет нарисовано. Вот здесь перевязки. И я, прежде чем положить светлые веревочные звуки, сначала положил синеватую-сиреневатую тень. Очень любят подчеркивания вот такие... Подчеркивание вот такие кончики. И там, где есть повод подчеркнуть, желательно подчеркивать. Не всегда светлостью или темностью, иногда цветностью. Когда предстоит поправить рисунок, можно сбрить краску, Которая мешает, скажем, уточнению. И спокойно заложить туда чистое вещество, Которому ничего не подмешается. Продолжение следует... Продолжение следует... Этот этап в обучательном смысле, который я сейчас предпринял, не самое главное в нашем уроке, поскольку я просто сейчас уточняю силуэт. Чуть-чуть дополняю светиком. Вокруг много зелени. Эта зелень не только здесь, но и деревья, которые отбрасывают тень. Они же отбрасывают и рефлекс зеленого на окружающие предметы. А вы видите, что тональной разницы между этими светлыми пятнами почти нет. Но есть цветовая разница. Одни цветики холодные, другие теплые. Эти теплые, а здешние холодные. И это отличает одно от другого. То есть часто на разнице в тепло-холодности можно создавать контраст. Итак, этот у нас холодный. Подчеркнут холодным. А этот горяченький. Свет из-под теневой усилю. Теневая головы, естественно, здесь, потому что свет пробивается здесь. Живопись это, естественно, область очевидного. Поэтому многие вещи просто видны и так. Кроме тех вещей, которые мы знаем, что будут красивыми и эксплуатируем в полную силу. То есть боятся живописи, это боятся очевидности. Здесь тоже вот холодный будет соседствовать с теплым. При их почти одинаковой тональности. Тональность это степень темности. Не цвет. А цвет у них разный. Тональность одинакова, цвет разный. Кружева. 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 Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова. Опять вот эти зеленые рефлексы, которые отражаются от деревьев, создающих, собственно, все теневые партии. Еще обратите внимание, что я не пишу где-то только в одном месте. Я пишу сразу везде, наращивая общую ситуацию. Очень важно, чтобы картина писалась вся одновременно. Поскольку есть даже такое правило, и в институтах оно эксплуатируется, и среди уже профессиональных художников, что картина должна быть как бы готова на любом этапе своего написания. То есть, если бы у вас сейчас бы взяли картину, она должна иметь законченный вид, хотя бы как этюд. Как набросок. Поэтому я все время бегаю из одной части картины в другую. Это уже добрая привычка, которую следует и вам усваивать. Правда, не все художники усвоили эту привычку по разным причинам. Поэтому, если вы поступаете иначе и делаете все равно хорошо, то честь вам и хвала, что вы предвидите всю картину. Поэтому можете писать лоскутно. Здесь даем как бы намек на прозрачность платья. Платье могло бы быть и непрозрачным. И не было прозрачным. Но мы играем в некую прозрачность в природе. Вот этот свет настолько пронзает, что тело аж светится из-под платья. Но светится оно не на светах, а именно в теневых. То есть, эта рыжесть тела уместна, ее показать уместно в теневых. Останавливается в теневых. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Много вещей очевидных... Многие люди имеют природное чувство пропорции... Это выявляют уроки неоднократно... Поэтому вы еще, если вы еще не пробовали, вы просто даже не знаете, может быть оно у вас есть... Чувство пропорции это пол-дела... Чувство пропорции складывается не только в линейном рисунке... Но и проявляет себя в том, какое количество краски, какой замешать... Все это к чувству пропорции... Продолжение следует... 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 Потому что на этом этапе приходится густить, чтобы уточнить... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Можно кистью снять краску Субтитры сделал DimaTorzok Обратите внимание, очередной свет из-под теневой Теневая шляпки Свет отсюда, теневая здесь Из-под нее рвется свет на платье Это постоянная игра С пространством и в пространство Сразу создает заслоненность 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 А заслоненность Это эффект пространства Субтитры сделал DimaTorzok Опять подбрасываю Эффект прозрачности тела Щели между Телом Или на теле Вот скажем здесь щели Все они пусть несколько краснят В том смысле, что Не коричневят И не синят Тогда у вас тело будет Цвета ягодки На свет Браслетик Опять же мелкую деталь Мы отложим на потом Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите Рисунок как бы слегка мшится То есть нет таких четких очертаний Все время как бы вот Пиксельно Субтитры сделал DimaTorzok Тоже даже здесь Смотрите Пытаюсь создать ритм То стайка сюда пошла То сюда То есть с выкрутасами Ритм с выкрутасами Потому что здесь Какой-то нарочитый ритм Ну наверное не очень Будет Нужен Но Но уже где-то отсюда Пошел ритм Наступательный туда И тогда Появляется идея Композиции на диагонали Диагонали Загоняют Внимание зрителя К центру Первый Диагонали Диагонали Кем-блок Продолжение следует... 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 Удаляющейся... То есть должны появиться... Должны появиться... Полосы... Колебаний плоскости... Будучи освещенной... что-то попадает в тень что-то на свет и появляются появляются бугорочки как бы а бугорочки всегда суть удаляющиеся ступенчатой е поэтому вот эти сейчас просветление я выстраиваю в некоторые в некоторые полоса тости вот вы видите хоть это и некий зигзаг но в целом он создает эффект полосатого а Продолжение следует... Тоже две полосы формируются. Итак, кроме вот этого ритма, здесь еще есть ритм горизонтальных, уходящих в перспективу полос, создающих ступени ухода. Видите, еще одна полоса выстроилась. Они не должны быть броскими, но они должны быть. Продолжение следует... Здесь отражается что-то, как и прилично. Нужно в воде быть отражением. Продолжение следует... И отражение перебито... Сиреневато-зеленоватыми полосами воды, которые чем дальше, тем светлее. Здесь на переднем плане полосы довольно темные, там довольно светлые, поскольку плоскость уходит, и мы ее видим уже не сверху вниз, а сбоку, и отражение света идет более активное. Сиренево-зеленоватыми полосами. Продолжение следует... 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 Здесь территория как бы более умазанная, не такая контрастная, как вот этот предметный план передний. Умазываем... И как бы умазываем... Умазываем краску в краску. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы видите, просветы красного первобытного цвета, который мы заложили, видны и обогащают вот эту синеву живописностью цвета. Потому что живопись это сочетание теплых и холодных цветов, и вот мерцание красноты из-под синьки, которую мы наложили, создаёт это звучание. Вот, отложим теперь эту работку на некоторое время на просыхание и продолжим уже через недельку, когда красочка полностью просохнет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова